Рассмотрим порядок совершения двух ракеатов утренней молитвы Фаджр по ханафитскому мазхабу мужчиной. По словам ракеат понимается цикл действий, включающих в себя чтение молитвы стоя, совершение поясного поклона и совершение двух земных поклонов. То есть в утренней молитве таких циклов два. Намерение, так называемый неяд, намерение совершить молитву. Сердечной вознамеренности достаточно. Однако человек может произнести про себя следующее. Я намереваюсь совершить два ракеата фарда, то есть обязательной части утренней молитвы. Намерение может произноситься на любом языке. Мужчины в положении стоя поднимают руки к ушам так, чтобы большие пальцы касались мочек ушей. Пальцы при этом разъединены и произносят в этом положении такбир. Аллаху Акибар. После этого опускают руки на живот прямо под пупком, обхватывая большим пальцем и мизинцем правой руки запястье левой. Взгляд молящегося направлен на предполагаемое место совершения им, человеком земного поклона. В этом положении, стоя, читается молитвенная формула Ас-Сана. Желательно при чтении молитвенных формул, проговариваемых про себя, шевелить губами, то есть соответствующими органами речи. После Ас-Сана человек произносит И читает первую суру Корана, суру Аль-Фатиха. Амин. Затем читается любая другая сура Корана, например, сура Аль-Ихляс. Молящийся со словами Аллаху Акпар совершает поясной поклон. Кисти рук он кладет на колени, спину держит прямой, взгляд направлен на ступни ног. В этом положении он трижды проговаривает Выпрямляясь, произносит Выпрямившись, добавляет Далее человек со словами Аллаху Акпар опускается для совершения земного поклона. Сначала опускает колени, затем руки, потом лицо. В этом положении трижды произносит Субхана Раббель А'ля Со словами Аллаху Акпар поднимается с земного поклона и садится на левую ступню. Правая, опираясь только на пальцы ноги, располагается вертикально. Руки располагаются на коленях. Затем вновь со словами Аллаху Акпар молящийся совершает второй земной поклон, Проговаривая то, что говорил в первом земном поклоне. Затем встает полностью и на этом заканчивается первый цикл, так называемый ракеат. Во втором ракеате в положении стоя человек вновь складывает руки на животе И сразу произносит И читает вновь суру Аль-Фатиха плюс дополнительную суру, например, суру Аль-Асар. После этого человек, произнося Аллаху Акпар, совершает поясной поклон. Так же, как и в первом ракеате, трижды произносит Субхана Рабби Аль-Азим Со словами Сами Аллаху Лиман Хамида выпрямляется, Произнося вновь Раббана Лекель Хамд После этого со словами Аллаху Акпар совершает вновь два земных поклона, В каждом из которых, как и в первом ракеате, Трижды произносит Субхана Рабби Аль-Аля После того, как человек сел на левую ступню, Совершив два земных поклона, Он читает так называемый Тащагуд. Оттахиаату лиллаху «Вас-салавату, ва-тай-ибату, ас-саламу алейка, ай-юха-н-набию, ва-рахматуллахи, ва-баракату, ас-саламу алейна, ва-аля, аибадиллахи, салихин, аш-хаду ан-ля-иллаха, и аш-хаду ан-на-мухаммадан, абдуху, ва-расулю». Во время произнесения слов «Ля-иллаха» указательный палец правой руки поднимается вверх, со словами «Илля-Ллах» опускается. Затем читается салават. «Аллахума салли аля Сейдина Мухаммадин ва аля Али Сейдина Мухаммад. Кама саллийте аля Сейдина Ибрахима ва аля Али Сейдина Ибрахим. Ва-барик аля Сейдина Мухаммадин ва аля Али Сейдина Мухаммад. Кама баракта аля Сейдина Ибрахима ва аля Али Сейдина Ибрахим. Фил аля Мина иннаки хамидун маджид». И, наконец, последнее — это короткое дуа, которое наряду с другими также может читаться в намазе. Затем со словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» человек поворачивает голову в правую сторону, к правому плечу. И с этими же словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» в левую сторону, тем самым символизируя окончание молитвы. Продолжение следует...